Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в восьмой выпуск четвертого сезона Пути со дна с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске успешно завершили квест Егеря Тарковский Стрелок, часть 2, для него же квест Путь Выживальщика Крепыш с убийством Троих Диких без Медицины, а также Оружейник, часть 2 с модификацией КС-74У для Механика. Выпуск поддержали финансово Аноним, Рус, Дессер, Кролик, Енот, Дроид, Игорь, Груберт, Артем и Калаврат. Вам спасибо, ребята, за вашу огромную поддержку. Будьте здоровы! Привет Ижевску, привет Тавде, привет Сочи. Совместные стримы я не провожу ни с авторами каналов, ни с друганами, ни со зрителями. Мне удобно стримить и снимать только в соло. Насчет аккаунтов у меня два разных аккаунта на двух разных электронных почтах, но для точной информации я бы лучше обратился в техподдержку. Я считаю или лут, или квест, иначе один из процессов, а чаще всего оба пострадают, тем более у меня меньше прав на ошибку, так как я игровой процесс публикую и стараюсь сделать его содержательным с присутствием какого-то прогресса. Всем приятного просмотра! Никакой страховки мне сегодня не полагается, потому что в предыдущем выпуске я не погиб ни разу и ничего не выбрасывал в рейдах, поэтому смотрим, что у нас тут по дейликам. На устранение, говорит, пятерых деких на любой локации. Классный дейлик. Выжить в эти с локации на развязке, говорит, надо будет выйти. Терапевта, блин, тут лояльность, может нам будет сегодня на развязочку разочек прогуляться. Но и у лыжника сегодня найти и передать квест, это что такое? МР-43 двуствольно, ржо, говорит, в состоянии хорошем, говорит, от 80 до 100%. Тоже у лыжника будет лояльность, если найдем, то надо будет притаранить. Для терапевта бы, блин, сделать санопитнодзор, часть вторую, вот можно будет как раз-таки на развязку прогуляться, попробовать за ЧВК. Если удачный рейд будет, и мы найдем газан и выйдем, то мы закроем и дейлик и санопитнодзор, да? Адарчик взял новый из модификаций, тут модифицировать пока ничего не могу толком, потому что у меня ни барахолки, ни торговцев нет, я только прицел поставил, этот пока 06. И газовый блок поменял, чтобы эта самая мушка, да, не мешала мне в коллиматор прицеливаться. Значит, идем за ЧВК на развязку в 13 дневное время, страхую Адар, пистолет не буду, наверное, страховать, да и все. Если что, в разломе в заборе, либо денежка есть, выйдем. Было бы здорово начать денек с выполнения дейлика и основного какого-нибудь квестика, да? Надо будет сразу посмотреть этот газоанализатор, если я его нахожу, то сразу же побегу в сторону выхода, попутно где-нибудь дикого стрельну, если совсем быстро будет все происходить. Так что погнали. Так, в идею, да, нас закинуло. И вон там как раз у нас ТЭЦ находится. Давай, наверное, ТЭЦ тогда прогуляемся, посмотрим. Если нет, то тогда, блин, даже не знаю, посмотрим. Если там будут дикие и застрелить получится диких, то я, пожалуй, диких застрелю и выйду с локации. Хотя бы дейлик для терапевта закрою. А газоанализатор же не обязательно здесь на развязке искать, а выходить с локации конкретно с развязки надо. Так что, давай, постараемся тут выйти. Если что, потом на крайняк можно будет выйти из дикого же сюда же, на развязку, например. Соглашусь с тем, что здесь чаще всего газоанализатор появляется, и здесь много точек спавна, их конкретно на втором этаже, там, где ТЭКЛАЙТ и прочие магазины. Интересные, вкусные, на первом. Но все же будем, пусть мелкими, но твердыми шагами, выполнять задачи. По крайней мере, пытаться это сделать. Это кто там шагает внутри? Это чувака. Он включил, слышишь? О, где он? КОНЕЦ Блин, включил питание и убежал. Не вижу, где он. Все залутал уже. Капец, и картотеки все вывернул. И ящики все. Вот шустро я. Я думаю, что он в ту сторону побежал. Попробуем догнать. Или опасен? Блин, я лопала. Он здесь еще. Он здесь еще, пацаны. Он сюда бежит. Услышал меня. Протих. Он уехал. Он что-то нашел и уехал, получается. Тьфу, ё-моё. Что-то, видимо, ценное нашел и уехал. Вот ты жульбан, капец. А что я, блин, я протормозил, не подумал даже про то, что он уехать может. Ну ладно. Капец. Ну ладно, может хоть спички найдем. Хотя, что я на это время трачу? У меня там... Да, там барахолка без пяти минут открыта. Я сейчас буду время тратить на поиск спичек, да? Не угадал я немножко, в каком направлении он чухнул. Капец, уехал. Сквозь пальцы. Просочился. Хорош. Хорош. Ну тогда посмотрим сейчас в идее здесь. Газоанализатор. По ящикам с инструментами. Там, в комнате административной. Да, елки-палки, серьезно. И тут лутано. Может он здесь появился? Или он успел уже все это дело облутать? Обнести. Упс. А ты кепка, ебаная. Убить их можно убить. О, я не вижу его. Луживый. Эй. Да куда ж тебе понесло-то, а? Ах ты жук. Опять что-то убежал далеко. Хоть бы газоанализатор, блин, таскал с собой. А что убегал-то? Я думал, тут что-то ценное уносишь от меня. Хорош. Хорош. Лёвый нет. Тут топ чистили, судя по всему. Ручная электродрель. Что такое? Процессор. Надо будет. По квесту. Озоне надо. Нет, тут, видимо, не лутали. Опа. Видеокарта. Спасибо. Блин. Железный аргумент пойти на выход, да? Видеокарта. Реле. Лампочка. Всё это. О! Газоанализатор, пацаны. Пацаны! Газан! Я нашёл газан! Чё викинуть? Ах, вот это вот жалко викинуть. Вот это викинуть можно. Это викинуть можно. Ну, давай. Есть! Всё, пора домой. Домой мы пойдём в разлом в заборе. Я для этого как раз рюкзачок не брал. Так что поскакали на выход. Ну, вот и не пришлось в самое пикло идти, да? Куда вот там стрельба была. Там я слышал, с халаша стреляли. И сейчас в дикий, скорее всего, стрелял. По кому-то там. Не пришлось во всякие теглайты и прочее. Смотри, тут ящик открыт. Кто-то конкретно пробежался. Очень интересно. Получается. Вроде тихо-тихо. А везде всё открыто, собрано, разобрано. Пошли незаметно. Ну, главное, чтоб никто там не подсекал меня, да? Не поджидал. Если вынесу газоанализатор, да и ещё и видеокарту, то это вообще будет сказка. Потому что две видеокарты потом я ещё получу в награду за выполнение квестов. В итоге получится три. И я смогу закрыть для механика там один квестик. Там одну видеокарту всегда надо находить с галочкой. Ну, а дикого застрелили. Да и времени я уже достаточно провёл в рейде. Я думаю, это окей. На выход должно хватить. На статус выжил. На развязку ещё будет куча целой рейда, поэтому я не хотел бы сюда частенько пока ходить. Потом, как барахольщика откроем, у него квест на квесте будет здесь. Всё, зашибись. Выходим. Даже вот эту шляпу можно забрать вместо бунтика. Вот так вот. И видеокарта и газоан у меня в кармане. 13 минут. Статус выжил-вышел. Всё пошло по плану. Просто идеально. У меня получится сейчас закрыть два квеста. Один дейлик и один основной. Утро начинается с того, что терапевту сдаём два квеста. Один дейлик с выходом с локации. Развязки вышли. Забираем здесь награды кое-какие. Но главное, что мы лояльность цепляем. И санопиднадзор, часть вторая. Про газоанализаторы можно забыть в этом вайпе. Очень быстро, удачно у меня получается закрыть эти два квеста с тремя газонами, найденными в рейде. Прям как-то сами по себе попутно закрылись. Здорово. Пейнкиллер даёт она мне квест. И у меня есть всего три шприца с морфием. Одного не хватает. Один шприц я если передам, пацаны, то у меня будет первый торговец-терапевт, у которого будет второй уровень лояльности. У меня не хватает одной сотой доли до повышения. Значит, я предлагаю теперь за дикого прогуляться на где у нас можно будет медицину посмотреть. На таможне, наверное, да? В медблоке там частенько появляется у нас медицина. В шесть утречка можно будет. И пойдём посмотрим. В медблок можно будет посмотреть. Ну и так, местами кое-где, где сумки есть с медициной. Подлэп, на гаражах, во времянке, синий. В общем, в первую очередь побежим, конечно же, в медблок. Возможно, там кто-нибудь шприц с морфием оставил нетронутым. Во! Ранним-ранним утречком. Кто рано встаёт, тот морфи находит. Надеюсь, что так это работает. Давай сразу же посмотрим здесь медсумку. Вполне вероятно, что мы сможем здесь найти. Надо понимать, где у нас выход, кстати. Проход между скалами, склад четвёртый, КП Диких. Четвёртый склад, не помню где. По-моему, где автомобиль с этим, да? С ключом от офиса логистики Волли. Кажется, это четвёртый склад. Это нам надо будет. Кабель заберём. Блин, что сбегать в сумку или нет? Да ладно, пойдём в медблок. Тут, кстати, во временках я время от времени находил морфи. Прямо вот тут на столе он лежал возле тазика. Если не найдём в медблоке, то можно будет смело зарулить на базу решалы. Я так считаю. Ну, что терять мне в принципе нечего. Мне нужен всего лишь один шприц. Инъектор, точнее, с морфием. Кто-то рекомендовал мне в комментариях, уже точно не помню кто, насчёт того, что диким выходить, если то желательно выходить ранним утром. Так как для ЧВК это загрузка в рейд была бы глубокой ночью. О, кто-то уже поковырялся. Причём, при мне тоже дикий какой-то, видимо. Блин, он сейчас всё там соберёт, да? Братёня, морфи-то оставь. Пусто и грустно. Короче, выходить в рейд, если есть возможность, с ранним утром это хорошая идея. И времени чуть больше даёт. И рейды поспокойней скорее всего будут. Кто там стреляется? Нафига оно вам надо? Дикие выходят и воюют с кем-то чё-то. Чабава-то, чабава. Блин, тоже лутаный. Да тут я прям по пятам за кем-то иду. Готов поспорить. Потом прям сейчас, скорее всего, здесь в медицине и лутаются в медблоке. Ништяк, пацаны! Сегодня кайфуем! Обозначу себя, чтобы... Да, вон, видишь. Я же говорю, я по пятам за кем-то хожу. Ништяк барыгам, а потом по бабам. Чё тут кто? Нет каутё? Кто на чём, чё почём? Э? Привет, чувак. Привет. Ты не имеешь морфи? Ты не имеешь морфи? Ты не имеешь морфи, брата? Как это, мэн? Нет, спасибо. Я нужна морфи. А, у меня, походу, микрофон не работает. Ну-ка, подожди. Чё это за фигня? Да, у меня микрофон-то не работает. Вот. Привет. Вы слышите меня? Привет. Привет. Can you hear me? Yes. Dude, don't you have a... Murphy? I need one Murphy. Ah, Murphy. Ehm... Ehm... Maybe here? I don't have in my ear. Русский? No, I'm sorry. I'm not a Russian. Okay. Oh, I found it. Oh, okay. Thank you so much. Good luck, man. Все, домой. Вообще норм, красава! Башка болит. Бухать надо меньше. Так, четвертый склад. Капы дикие. Куда пойти? На четвертый склад, наверное, можно будет, да? Дернуть, попробовать. Правда, тут где-то стреляли. На четвертый склад ближе всего, получается. А я, блин, страдальницу включил, а толку-то... А мне не нравится то, что он преследует меня. Заебись, четкой! А я подумал, что он русский, потому что что-то как-то это сложно говорить по-английски, с акцентом еще. Походу, итальянец настоящий. Хе-хе-хе-хе. А меня этот чувак напрягает, который... ко мной прям идет. Дзя-дзя! Дзя-дзя! В общем, смотри, у меня три выхода, которые... за дикого. Один из них, по-моему, прямо здесь, четвертый склад. Он мне и нужен. Тут и выйдем, попробуем. Там то, что у меня КПП диких, это идти надо в конец карты направо, а проход между скалами, он вдоль вот этой вот ЖД, которая упирается там в конец карты, чуть правее от нее. Но мне придется перебегать тогда заправку и прочее. И там открытую местность, я поэтому здесь очухнул. В надежде на спокойный переход, да и ближе всего этот выход. Вон он, видишь? По той стороне побежал. Или их там двое, слушай. Подождите, я выйду, парни? Просто выйди, пожалуйста, и все. Надо морфи вынести. Ааа, не успел, не изучена пушка. Не успел забрать пушку, она у меня, оказывается, не изучена, не успел ее перетащить в слот. Но ничего страшного, главное, зачем я вышел, морфи я нашел. Так что мы сейчас закроем квест от терапевта очередной. Пейнкиллер, можем закрывать этот квест. Четвертый морфи, неопримы по квесту, мы нашли. И теперь лояльность второго уровня у терапевта. Вообще ништяк. Провизор квест подъехал, но тут без ключа, судя по всему, не обойтись. Да, мне нужен будет ключ от 114 комнаты двухэтажного общежития на таможне. Ключа у меня пока нет, я его не находил, да и не искал, по большому счету. Ждем барахолку. Блин, нифига себе, странно, медицину я никакую не могу у нее покупать. Раньше на втором уровне, кажется, открывалась доступность салевы, покупка и прочего. А сейчас с этим напряг получается. До барахолки мне осталось 2166 очков опыта. Еще один квест, в общем, и мы на барахолке. О, смотри, можно просто пойти диких пострелять, по приколу. Четверых диких застрелим и все, и 248 опыта плюс опыт за выход с локацией я смогу закрыть, ой, точнее, открыть барахолку. Давай попробуем заменить этот квест Дейлик у лыжника. Правда тут, блин, ну я не знаю, где ее искать, эту двустволку. Давай попробуем, ради интереса, за 9 тысяч рублей. Давай меняем. Устранить цели решало. Базару нет, поменял. Шило на мыло. Обожаю лес, люблю лес, поэтому пойду в лес. В лесу даже можно будет мне посмотреть какой-нибудь лут в районе трех коттеджей, где выход на мосту, да, на машине. Там очень богато спавнится всяких скотчей, мочей и прочей прелести. Наконец-то загрузились. Еп! Фонский городовой. Вот это меня заспавнило, конечно, выход. Ну, очень неудобный будет у меня на 14-й. Ну, придется на окраину тогда идти. Не судьба мне эти коттеджики посмотреть. Поглядим тогда здесь. Добро. Какое? Никакое. На базе. О, точнее, на яге. На ягере. На лагере этих самых юстяков. поморьем, что там есть, что там нет. Тейп, в сторону 14-й забега. Там попутно где-нибудь четверых диких точно найдем. Возможно, даже ЧВК найдем. так. Так. Ничего нету. Да, все нормально. Мре. Что, правда пусто? Не густо, конечно. Но зато тут есть ящики продовольственные. И, кстати, есть еще ящики более вкусные. Техснаба. Вот их не помешало бы мне лутануть. Это что, на Витязя, да? Глушила вроде бы. О, эмочка или что это? Какашка? Нет. Эмочка. Половина восьмерок. Ладно, возьмем. Но будем стрелять с пистолета. Вот это нам надо будет. Хотя это добро мы сможем скоро варить. Да не скоро, а уже сможем варить. Ничего себе тут кач. И все тебе и то, и это, и третье, и десятое. Шлем какой-то. Fast MT реплика, Реплика. Мама. Ну, не поверю, что здесь кроме меня нет ни одного чувака. Не может быть такого. Так не бывает. Слышал? Слышал? Точно мне не послышалось. А-ха. А-ха. засел, значит, да? А где он? Да, он там. где-то гад, а? А вот он. Я жгал голова, голова, голова. Блин, как досадно получилось. Я нашел, вычислил его, стрельнул по нему, но я попал ему в шлем. У него там шлем четвертого класса был. Какой там ПСО, очевидно, его не прострелят. Блин, был бы голенький, я бы точно застрелил его. Но это было весело. Но поэтому я и не особо-то хотел выйти в эту сторону с того спавна, потому что понимал, что там, скорее всего, будут приключения какие-то. И вот они, эти приключения и нарисовались. Давай попробуем с генералом прогуляться. На него хотя бы патрон был минадекватный. Не то, что эти ПСО, но хотя бы FMJ-ки этим матч будем использовать. Давай тогда пойдем налегке в сторону таможни. Там, во-первых, быстрая локация, быстро загружается. Возня там серьезная происходит постоянно. Там очевидно, что сразу можно встретить ЧВК. Ни одного и ни двух. Ну, мне одного, в принципе, достаточно будет. Мне пистолет этот уже начинает надоедать. Я хочу избавиться от него, во-первых. Во-вторых, если будет спокойный рейд, то мы сможем четверых диких без проблем подстрелить и посмотреть, можно будет двухэтажное общежитие 114-ю и 206-ю комнаты. Возможно, кто-то из ЧВК делает параллельно эти квесты, ну, либо могут 114-ю просто полутать, открыть. Базару нет, Тарков, ты меня сразу же в общежитие, отправляешь, как самого, самого мужного игрока. Да не, я не пойду в общаги, это самоубийство. По крайней мере, не сразу я пойду в общаги. Давай, сходим на ВСРФ и посмотрим здесь настройки. Получится, может быть, кого-нибудь подстрелить здесь из диких. Хотя бы дейлик для прапора закрыть, чтобы уже не зря выходить, в рейд, а то шатаешься туда-сюда, как сраный веник, а толку с этого никакого. Слышу кого-то. А кого-то слышал. Дикий буксует, скорее всего. Да вот, вот он! Один дикий имеется. Сразу докидаем. Осталось трое. Непривычно играть с пистолетом, еще за счет того, что патронов не так много, стараешься как-то точнее, выходит, как всегда. Но вы понимаете, о чем я. за ноги дать! Че себе ты пришел? Блин, и ружье двустволка, прикинь. Но правда, оно в состоянии точно не в том, что требовалось. Так, второй дикий, еще двое. а это не та пушка. Это кто лупит? а это что, дикий, он на трубе наверху. есть кабанчик. Еще один дикий остался. слышишь, да? Еще ВК бежит. Уберил меня. Ой, по-на-мать. Блин, через какую-то там железяку прострелил чудесным образом. В глаз дробинка залетела, и я откис. Ну, блин, бывает, что. Все нормально, ничего не получилось. Я опять откис от первого встречного ЧВК, от какой-то дробинки в глаз попавшей. Давай еще раз на таможню пойдем. Взял с собой пистолет, запасных магазинов нет, и купить негде ПЛ, но зато ПСТ надыбал у скупщика. Вроде оно и быстрое, рейды как бы недолгие, нет застоя такого, нет ощущения, но с другой стороны топнуть постоянно тоже не очень приятно. Хочется жить. А одного магазина мне, я думаю, за глаза хватит. Мне в любом случае больше одного магазина вряд ли когда пригодится, тем более, что там 16 патронов, по-моему. Там уже очевидно, либо я кого-то застрелю, либо меня уже пристрелят. Да чтоб тебя этот спаун проклятый, чё, другого места нет, где высадить меня? Твою мать. Пошли опять по старому сценарию. Деких настройки, привлекаем внимание, пробегают ЧВК. Ну и я убиваю одного как бы. А не в тот кустик зарулил. Чик. Тикари. Вы где? Мне нужен декей какой-нибудь. Ну дайте дикого. О, спасибо. Есть, кабанчик. Всё, дрейлик закрываем. А это, слушай, не свитали случайно? Чё-то такое впечатление, что это, по-моему, свита, да? Пацаны, окружаем его! Ты чё там, бля, вопей, шупырь! Не с той пушки. А так он не будет заряжать, понял? Что это, где? Куда-то делся? Полный магаз был на случай ЧВК выходящего какого-нибудь. Куда исчез? Не пойму. Как сквозь землю, ядрёный корень. Так, денежку я забрал. Да вот, вот он! Да как? Опа. А это чё, ВК? Прости, братюня, что так вышло. Прости, конечно. Вон, 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 вон! Но спасибо тебе за квест. Так, мне нужно будет, мне нужен жетон. Ого! Ничего себе, уже где-то застрелил типов. Да давай уже, перекладывай. Нормально. А, вот он застрелил в картохе типа какого-то. и как он подошёл, я его даже не увидел, не услышал, не заметил, представляешь? Офигеть. Я его даже не услышал, как он сзади подошёл. Вот те нам. Ну всё, моя миссия выполнена. По большому счёту. А выход у общаги там можно попробовать выскочить. 103-й ключ. Ни о чём, к сожалению. Белый броник, может, по квесту кому надо будет. Ну чё, попробовать надо выскочить, да? Я думаю. Круто. Наконец-то я добрался до барахолки, наконец-то я закрыл квест движуха. Сейчас закрою, точнее, с пистолета добил ЧВК последнего. Очень удобно, он там спиной ко мне присел. В общем, всё здорово вышло. Раз решал, а там, то здесь. Можно не бояться его встретить. Но можно встретить здесь ЧВК. Да, там свита, скорее всего, на заправке. Очень уж активно там ехала. Вот это рейд. Вот этого я рейда ждал. 7 минут с небольшим и выполненные квесты ЧВСК. Я тебя убил. Врёшь, не войдёшь. Ну чё, можете поздравить меня с достижением 15 уровня. Барахолка раскрывает врата свои предо мной. Устранение дейли квест для прапора завершаем. Забираем опыт, хотя я уже без выполнения этого квеста набрался опыта до 15 уровня. Ну ладно, лишним не будет. Квест движуха тоже завершаем. Троих ЧВК убили, используя пистолеты. Видимо, за счёт того, что я 15 уровень взял, мне теперь недельные квесты подъехали. Смотри, найти и передать вреди шина для перелома, состояние 100%, 5 штук, и армейский бинт 5 штук. Давай возьмём первый квест от барахольщика только бизнес. Нужно второго уровня лояльности с барахольщиком достигнуть. Для этого необходимо наторговать. Я уже наторговал тряпок напродавал ему и напокупал. Ну и плюс до 17 уровня своего персонажа прокачать и всё. Барахольщик откроет для тебя новые квесты. Ну и, соответственно, товар. А знаешь чё, мысль посетила, что на флешке квест попробовать выполнить? У нас есть возможность прогуляться за дикого ещё. Времечко в принципе позволяет. Давай за дикаря прогуляюсь. Я на бережок допустим. На бережок можно будет в 6 утра по красоте запуститься. Как раз мало народу скорее всего будет. Мижаня, базай, давай, братёня, роляй, мне нужна флешка. Заглянем в коттедж и заглянем на Норвенский. Оба-на! Блин, тут ещё есть, конечно же, один сейф и ящик есть. Но я боюсь сюда запрыгивать. Потому что я могу сгореть нафиг там. Смотри, как Тарков 16 минут, правда, до конца, но он меня прямо возле Норвенского такой спавнит. Типа, иди сюда, Давай её. Или может перепрыгнуть. А может у меня в кармане флешка? Да. Раскатал губу. Тут ключик может появляться, а может и не появляться. Свои ходят. А тут перебито уже всё. Ё-моё, тут походу лутонули, пацаны. Так точно. Ну, хотя бы О, по недельному квесту шину нашёл. Можно вот так сделать картотеки. Посмотреть можно и что. Ого. не, очевидно, что сейфы лутонули. Даже можно и не проверять было, да. Сейфы лутаны. Ядрёный корень. Ну, на многое можно, конечно, не рассчитывать. На таком тайминге это лучше за ЧВК, наверное, педали, да? Тогда пойдём по сейфам. Сейчас посмотрим, в какой стороне у нас выход. Ой, по сейфам, по схронам. Разрушенная дорога, забор разрушенного дома, проход в заборе на юге. Блин, это в сторону... А тогда в сторону коттеджа и пойдём мы. О, ещё больше сумочка нашлась. Ого, в БПХе собираться. Емеля бесхозный лежит, бедняжечка. Давай это сгребём, что ли, сюда можно. Ну, что ты теперь сделаешь? Как-то так. картотеки, скорее всего, тоже лутаны. Хотя нет. Блин, наверное, я зря здесь смотрю, что-то пол... А, нет, смотри, что-то интересное. САС-диск нашёл. Всё, понял, не лутано, значит. Значит, лутаем. Акум квестовый. Пойдёт. Пойдёт. Ну и тогда в коттедж я ещё загляну по Любасику. Газан? Нет. Техническая документация, банвал. Пауэрбанк. Барахолка открыта, теперь можно будет это продавать. Да даже продавать не надо будет пауэрбанк. Пауэрбанк мне нужен будет же тоже по квесту. Ой, не по квесту, а для варки дефибриллятора в дальнейшем. Для егеря. евро нашёл. Ну ладно. Вот чайвок лежит. С мешочком. Мишаря на глазах прям поднимается, да? С днища. Не то пальто. Ладно, пойдём. В эту сторону туда. Ну пошли, чё-то. Боюсь я перепрыгивать там на огне. Тем более, что сила, там вот эти вот навыки у меня на днище. Да и лечиться нечем в случае чего. Так что, посмотрим тайники. если будет время ещё в куртке похлопаем там в деревушке. Можно быть спокойно на выход. Так, куда мне? Наверное, через низ пойду. Я думал, чуть больше времени мне отсыпят, так как для чавыка это слишком ранний рейд был. 10 минут. Ну всё, красный таймер. Коттедж в любом случае загля... А вот это вот в коттеджах, да, стрельба? Дикие, мирно жить не хотят, получается? Стрельба какая-то. Открыть тайник. Причём уже, когда я загрузился на карту, его открывали. Вот в этой степи. А он, скорее всего, и пошёл в коттеджи, да? Или не ходить в коттеджи, или тут тайники в деревне посмотреть ближайшие. Нет, давай всё-таки сходим. Чё там? Один сейф глянуть. Можно будет глянуть ещё и ключик на бочках. В этом вайпе кто-нибудь находил ключик на бочках? Поделитесь информацией, спавнится ли он там вообще или нет. Чё-то народ выинтересовался, все говорят, что там нету нифига, никакой ключ уже больше не находят там, к сожалению. 8 минут. Да, ё-моё, открытый тайник. Да, судя по всему, я по одной тропинке с каким-то диким иду. Ну и ладно. скрыто, но тут обычные дикие могут ходить, боты которые открывать двери настежь. Ту-ю-ю-моё, то шлем, то ещё что-то мешает. Вскрыто всё. Окей. А, ключ хотел посмотреть же. Нет ключа. Ну, на нет и сюда нет. Пошли тогда в сторону выхода, посмотрим, может быть, что в деревне интересного найдём. Упырь, я маску натянем. Упырь. Упырь. Вперёд из песни. Пять, блин, с небольшим минут осталось. Так, выход у меня дыра в заборе. А, разрушенный. Забор у разрушенного дома. Всё, вот в ту сторону. Пойдём. Разрушенная дорога, я чё-то не припомню, где этот выход. Это скорее всего дорога на таможню, которая. А третий выход, проход в заборе на юге. Тоже не припомню, где этот выход, если честно. За дикого не так часто здесь. Лутаюсь. А здесь не лута, но смотри, красота. Здесь симпатично. Надо было сюда сразу чесать, смотри, какая красота. Ё-моё. Ну, кто же знал. Апачки. Аккумулятор. Вот это уже достойно. Аккумулятор. Так-то мы его и варить можем, безусловно. Три минуты. Время поджимает. Пошёл за флешкой. Нашёл всякой всячины. Тут лутались. О, лампочка мне нужна будет для схрона. У-у-у. Сейчас мы возьмём в этом самом на барахолке закупимся. Поставим себе освещение. Там кое-чё по мелочи, чё надо было докупить. Сейчас докупим. В общем, в убежище сейчас начнёт процветать. 104-я общага. Ненужный ключ. Не квестовый. 303-й квестовый ключ. Но его мы, блин, купить можем запросто. Он не такой уж и дорогой. Всё. Две с небольшим минутой. Осталось. Надо чесать уже домой. Хочется посмотреть все эти тайнички, а? А тут уже кто-то был. Триник вскрыт. Понял. Сумка вскрыта. Но не надо застревать. Всё. Больше ничего не успеваю посмотреть. Хотя вот эту курточку успеваю посмотреть. Вот так как тут лутались... А, нет, смотри. Не смотрели почему-то. Тоже спешит на выход, скрее всего. Товарищ. Ну давай мне 206-ю. Спасибо. Не, не нашёл я флешку в итоге. Не получилось. Ну и ладно. Попробуем тогда то, что имеем, вынести. Всё равно неплохая прогулочка получилась. Вот здесь можно смотреть всякие шланги и так далее и тому подобное. Здесь много вкуснях. Можно надыбать. Ага, лутано, да? Разгрузка хорошая. Ну всё, у меня считанные секунды тут остались. Я пошёл домой. Надо хотя бы это вынести. вон она, эта изба. Я надеюсь, успею. Да, успеваю вроде. Ну, время подрасчитал. Прям тютелька в тютельку, да? Да, я успею выйти. Ништяк, остаётся у меня там секунд 6, наверное, в запасе. Хорош. Ну, в любом случае, после квестов, когда надо ходить, стрелять, мочить, крошить, такие рейды за дикого, потом просто с обычным лутанием спокойно. Это прям успокаивает. Ну и плюс, вынесли немного добра. Для выполнения оружейника части 3, нам понадобится МП-5 оружие. Оно у меня есть. Дальше. С расширенным магазином на 50 патронов, глушитель, тактический фонарь, прицельная дальность 200, эргономика 45, сумма дач 200, вес 4 килограмма. Пробуем. Не получится, короче, сделать, у меня не хватает SD-шного глушителя, он у нас, он как интегрированный, в общем, тут получается, на втором уровне лояльности миротворца он открывается. Пока откладываем МП-5. Надо будет магазинчик еще посмотреть, имеется. Да, магазины есть, продаются, и они, в принципе, недорогие, как всегда. Останется только интегрированный глушитель, и на него надо будет на этот глушитель фонарик присобачий, там один переходничок, крепление есть. Оружейника не можем закрыть, к сожалению, сегодня. Но зато мы сегодня сможем позволить себе обгрейд убежища. Все, пошел, бам, отлично, все, бам, еще два часа, и будет обогрев второго уровня у меня. По медблоку можем тоже улучшение сделать, тут у нас, улучшаем, бам, второй уровень у меня будет доступен через три часа теперь, ну, к следующему выпуску будет. Дальше, пищеблок, можем поставить себе соль, улучшаем, бам, есть, пищеблок первого уровня у меня имеется теперь. А, водосборник, нам нужно будет пять гаек. Все, готово к постройке водосборник, бам, отлично. Для освещения пять лампочек нашел, еще девять нужно. Все, зашибись, освещение, следующий уровень, закупились, устанавливаем. Есть, моментально установили. Генератор можем, генератор можем, слушай. Второго уровня генератор будет строиться пять часов. Ну вот, обживаемся потихонечку. Все, на этом буду на сегодня заканчивать. Всем спасибо за просмотр, надеюсь выпуск вам понравился. Большое спасибо вам за поддержку, за пальцы вверх, доброе слово и активность в комментариях. Всем приятной игры, отличного настроения, увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова